Привет-привет! Сегодня мы идем в Bangkok Kitchen. Название ресторана само говорит о кухне этого заведения. В основе тайской кухни умение сочетать 5 вкусов. Сладкий, кислый, соленый, горький и острый. Часто даже трудно определиться, каково же блюдо на вкус. Кислое или сладкое, а может быть сладкое и соленое. Но всегда есть трественных компонентов тайской кухни. Рис, соус, чили и кокосовое молоко. Эти продукты чаще всего встречаются в блюдах тайской кухни. Сейчас я вам показала, как выглядит ресторан вовнутри. Помещение достаточно большое. Мне принесли такой коктейль. Я просто была удивлена, потому что не ожидала, что мне в таком праздничном виде его преподнесут. Это очень приятно. Сам коктейль грейфрутовый. Это пряные креветки с зеленью и салатом лемонграсс. Мне очень нравится всегда вот этот тайский соус с апельсиновым маслом. С такой остротой, которая как будто весь рот обволакивает еще с этим маслом. А это мой второй напиток. Шампанское с ягодками. Это мое основное блюдо. Здесь обжаренные овощи, морепродукты. И все это в соусе том-ям. Десерт у меня кокосовое мороженое с орехами в оболочке прямо от кокоса. Кокосовая оболочка очень твердая. И знаете, я недавно узнала почему. Потому что она создана так природой для того, чтобы упав с пальмы в воду, в океан, в море, она могла проплыть миллионы, там, тысячи километров. При этом, чтобы кокос остался целым, прибившись к берегу, но остался таким, как он упал с ветки. Представляете, как создала его природа? Цветочек рядом с кокосом настоящий. Мне принесли цветочек и в коктейле, и к десерту. Все, мы вышли из Бангкок Китчен. Там было очень вкусно. Я обожаю тайскую еду за ее многообразие вкусовых качеств. Сейчас перед вами ночной Токио. Я вам уже рассказывала про такси, но я решила все-таки еще что-то дополнить. Не буду же я просто так молчать. Несмотря на то, что японский таксист никогда не заводит первый разговор с пассажиром, он всегда в курсе прогноза погоды, результатов каких-то спортивных соревнований, новостей, имеет при себе жвачку, бутылку воды. Также у него всегда в голове огромное количество данных о вокзалах, магазинах, больницах. И в последнее время появились такие машины, такси, в которых установлен массажный механизм спинки заднего сидения. То есть пока машиной едет, массаж разминает вашу спину. И во многих машинах есть также мини-холодильники, телевизор и даже электробритвы. А с 2004 года в Токио появились исключительно женские такси, где женщин возят сами женщины. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте мне нравится. Мне это будет очень-очень-очень приятно. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok